Евгения Нестеровна Бабарыкина на Дальний Всходный фронт трапила, когда ей было у себя хоть 17 годов. В составе пехотного полка прошла десятки километров, за тем працевала машинисткой. Зараз ей 92 годы. Кажа, военный час покинул отбиток на здоровье, а вот память бездакорно заховывая все на вот самые дробные детали того часу. Служила на Дальнем Востоке, с японцами воевали. Ну вот, это такая радость была, все мы выскочили, так радовались. И выскочили из этих землянок, и так радовались, война кончилась. Кончилась война. С подарунками, кветками и словами «подяки» на перед дни Дня Перамоги Евгению Нестеровну пришли повиншовать помощник президента Александр Турчин, наместник старшини Гомельского облого конкама Владимир Прывалов и старшиня комитета по праце, занятости и социальной обороне насельництва облого конкама Петр Савицкий. При сустрече истории минулого, старые фотографии и эмоции, як радостные, так и крыхусумные. Дарыча память об героичным минулым Евгении Нестеровны зараз заховывая орден Айчинной войны. У тяжким 44-м яна сустрела своего мужа, так само военного. После 45-го яны разом протягнули здесьнять подвиги уже на невимирной праце. Яна на фабрице «Спартак» и он на будовництве таких объектов, як химичные, литейные заводы, «Саугас Бероски» и навод телевизийная вышка. Я считаю, что с такими людьми необходима встреча нашей молодежи, чтобы они действительно из первых уст услышали, почувствовали, какова была жизнь. Мы благодарны этим людям за то, что они на сегодняшний день сделали для нас, встречая нас, воочию рассказывая то, что было, то, что она сама пережила. Свою историю життя у гэтый день расповела и любов Алексею Нанятупская, якая так само сустрела гостей. На фронт яна поишла доброохвотникам, коль ей было крыху больше за 20. Два годы служила связисткой. Причем у нож капитуляции у Зброенных сил Германии яна была як раз на прационном месте и одну из перших отримала духочеканную вестку об закончении войны. А как чувства были, когда узнали, что война закончилась? Ну, Господи, радость, конечно, была необыкновенная, что говорить. Радость необыкновенная была. Все. Ну, а в основном, конечно, мы уже предполагали, потому что, собственно, мы же накануне-то связывались, все телеграммы передавали. Боевых почти не было сводок. Причувствовали, во всяком случае, окончание войны, потому что мы самый нерв армии. Связь – это все. Ганна Ковалева, Максим Славин, Игорь Маришенко, Телерадо, компания «Гомель».